Приветствую вас. Значит, давайте разбираться с тем, что вы написали. Постоянная навешивая мысль, что я постоянно вру. Значит, навешивая мысль, любая навешивая мысль, связана с неврозом. Невроз — это вытесненные желания. То есть вы вытеснили свои какие-то потребности, подавили их под... Ну, скорее всего, под гнетом родителей. Скорее всего, под гнетом ваших родных. Вот. И, соответственно, подавив себя, вы встали на путь потери в себя. Опять-таки. И встав на этот путь, вы перестали себя принимать. такой, какая вы есть. И из-за этого вы врете. Постоянно. То есть причина того, что вы врете — это не принятие себя. а не принимаете себя вы, потому что подавляете свои желания, свои потребности. Вы говорите, что работаете на театральном факультете. То есть учите на театральном факультете, а работаете в театре. Ну, в том, где театре, где ваши родные Значит… Рискну предположить, что вам это не очень нравится. Рискну предположить, что вам не очень по душе то, что вы делаете. Рискну предположить, что вам не очень нравится работать и учиться там, где вы работаете и учитесь, соответственно. Вот и получается, что вы это делаете, потому что так хотят ваши родные. Родные-то вас подавляют таким образом, и отсюда ваши проблемы. Именно поэтому вы себя чувствуете потерянной, потому что живете вы как бы не своей жизнью, живете вы как бы не своим, не своими желаниями, не своими потребностями вы живете, а живете вы тем, что хотят родители. От вас. И мотивируете вы это скорее всего тем, что вам так будет лучше. То есть, по сути, повторяя, ну, лозунг, посыл родителей. То есть, можно говорить здесь о некой такой, скажем так, неуверенности в себе, можно говорить о некой неудовлетворенности в себе, потому что родители-то вас подавляют, родители-то вам запрещают быть той, кем вы хотите быть. из-за этого у вас такие вот проблемы. Из-за этого у вас такие сложности. Соответственно, здесь нужно подумать, какие именно желания свои и потребности вы подавляете. то есть, ну, чего вы хотите, вообще, вообще, что вам нужно. И как это соотносится с тем, чего хотят для вас родители? То есть, если, вы поймите одну простую вещь, если, в целом, вы с родителями хотите одного и того же, я имею в виду, если родители хотят для вас счастья, например, хотят, чтобы вы были устроены, ну, по жизни, хотят, чтобы вы были обеспечены, хотят, чтобы вы реализовывались. Да? То, соответственно, соответственно, ну, логично предположить, что вы хотите того же, только своим путём, своим видением. И родители по понятным причинам этого принять не могут. Почему? Вот вопрос вам задам. Почему родители не могут этого принять? Того, что вы хотите чего-то, но по-своему. А потому-то у них другие понятия, другие представления. И это нормально. А вы, как они думают, ничего не знаете. Вы, как они думают, ни на что не способны. Или просто бояться за вас. На самом деле, это не важно. Не важно, что ими движут. Важно, чтобы вы поняли, чего вы хотите. Ладно, чтобы вы поняли, какой посыл родители вам пытаются донести. И чтобы вы постарались разрешить себе делать то, что нужно вам. Потому что, как бы там ни было, и что бы там ни было, это ваша жизнь. И только вам решать, как её прожить. И есть, есть некоторое основание для того, чтобы вы удерживались в этой вот такой, ну, зависшей позиции. Либо вам не даёт сделать шаг вперёд, чувство вины перед родителями. Либо вам не даёт сделать вперёд шаг в страх, что вы не справились. Неуверенность в себе. Заниженная самооценка. Всё это, в принципе, всё это. Поправим. Всё это можно подкорректировать, всё это можно сделать, всё это можно исправить. Главное, чтобы было ваше желание. Чтобы вы хотели этого. Если вы хотите, помочь вам будет можно. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вы говорите. Очень ленивая. Очень ленивая. А почему ленивая? Вот что заставляет вас лениться? По факту. Подумайте. Но я уверен, что вы не просто так ленитесь. Я уверен, что есть для этого основания. Я уверен, что вы ленитесь, потому что, опять же, либо не уверены в себе, и боитесь, что, ну, например, что вас не получится, что вы не сможете и так далее. Либо это просто не ваше. Такое тоже может быть. И тогда нужно определиться с вашим внутренним родителем, который и не позволяет вам делать то, что хотите вы. Что-то нужно просто найти компромисс. Компромисс. Между. Тем, что хочет ваши, хочет ваши родители, тем, чего хотите вы. И всё. Я думаю. И. Тогда. По большому счёту. Вы сможете скорректировать немножечко своё поведение, своё отношение к родителям и так далее. Всё это решаемо. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь. Продолжение следует...